Дальше вышивальщица у нас тоже известная Ковалева Лидия Алексеевна. Давайте Ковалева Лидия Алексеевна. Ковалева Лидия Алексеевна. Ковалевна, мы знаем, данного человека давно. Тоже она находит время вышивать, неизвестно когда. Потому что он и двое внуков постоянно, и учитель, и с детьми занимается. Хочу сказать, что рушники, вот видите, они все традиционно в слабожанском стиле. Но еще характерно, они еще в традиции старых полотняных рушников. Вы видите, большая часть рушников Лидия Алексеевна, она вышла червоны, то черными нитками. Именно в той традиции. И вот так, если посмотреть на каждый рушник, он необычен. Вот мы смотрим на вот этот разноцветный мулине и восхищаемся, какие цвета яркие, какие разные цвета. А посмотрим, казалось бы, два цвета всего, да? Червон это черно. А какой яркий, и как он тоже бросается в души и в глаза. Все-таки наши, наверное, предки тоже понимали то в красоте. И не случайно у них были именно два этих цвета. Червон это черно. И вышивальщица из Заиковки Галина Ивановна Светличная. Тоже у нее на традиционном мыткале. Кстати, я говорю, что если вначале рушники вышивали на полотне, то уже до войны, после войны, когда необходимость ушла ткать полотно, то вышивали рушники на мыткале. Ну, на белой вот такой вот ткани. В Галины Ивановне традиционный мыткаль и тоже гладь цветными нитками мулине. Обязательно рушники, и сейчас мы этого придержимся, обязательно рушники подшивали зубчатым кружевом. Ну, вот таким кружевом. Только раньше его делали, вязали вручную, крючком. Вот это, кстати, кружево ручную вязанное, потом подшито крючком. А это уже кружево фабричное, магазинное. Тоже подшиваются сейчас рушники и так. Но некоторые вышивальщицы, вот так, Паритняна Ивановна, конечно, вот даже не ленится. Я не знаю, как вот это, сколько можно вот это вот выдергивать бахрому. Это тоже, по примеру, старинных рушников. Тоже вот такая бахромавая выдергивалась. Либо кыпицы тоже. Очень редко сейчас увидишь, что на рушниках вышитых современных. Ну, это, наверное, магазинное, так? Да, да. Ну, делают кыпицы такие и вручную. Так, ну, о рушниках можно было бы еще говорить долго. О Киме Ивановне, я же уже рассказала давно. Кима Ивановна Ромасюк. Галина Ивановна. Хочу сказать, что Кима Ивановна Ромасюк – это вообще наше открытие. Правильно? Потому что, слава Богу, в этом году мы выяснили, что вы уже вышиваете, и у вас какие прекрасные рушники. Мы часто занимаемся выставками, и ваших рушников мы не показывали людям ни разу. Поэтому вот сегодня у нас вот такая находка, я думаю, находка прекрасная. Потому что вот эти вот четыре рушника и вот эта вот икона Казанская Божия Матерь – это работа Кима Ивановна Ромасюк. Ну, я вам уже рассказывала. Правильно, тоже. Женщина тоже вышивает в двух стилях. Вот это традиционный слабожанский стиль с цветами. Это, кстати, земляника. Тоже одна из улюбленных квиток для украинской вышивающей. Цветная рубашка тоже. У Наташи тоже, смотрю, вышит это как раз земляника. И, опять же, откуда это взялось, Кима Ивановна, скажите нам, пожалуйста, область. Да? Вот я же, видите, сразу. Поэтому вот это чувствуется. Вот это чувствуется украинский западный рушник. А здесь мы уже совместили как бы и то, и другое. Мы видим тут цветы, но что-то и такое, даже не могу сказать, что. Все равно где-то к западному рушнику очень близко. А ну, как говорится, Гена, ну пальцем не запушишь. Если на западной Крыне родился, все равно те традиции, которые ты впитал в себя, да, при вождении, все равно они выливаются как-то вот в каком-то творчестве. Значит, чтоб угодить. Чтоб угодить. Югун. Да? Чтобы угодить. Понятно. Это еще сказать, что наши вышивальщицы, кроме того, что они вышивают рушники, они еще и поют замечательно. И вот в народе бытует еще и такое мнение, что украинский рушник и украинская песня будут жити вечно. И это, наверное, действительно так. Поэтому я хочу слово предоставить нашим вышивальщикам и нашим гирюцам. И это, наверное, действительно так. 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 И вот специально. И вот специально кто-то обратил внимание, мы повесили рушник, который еще рождается. И вот это всегда интересно наблюдать. И вот это всегда интересно наблюдать. Это говорит о том, что вышивальщицы наши, они в постоянном поиске. Они постоянно вышивают. И вот это ж... И вот это ж... Ну, угадываете чей? Узнаете? По технике. Письменно Александра Михайловна. Хочу сказать, что это тоже опять необычно. Опять не то, что всегда. Да, вот так. Если Александра Михайловна в себя пышную форму цветов вышивает, и от этого не отходило еще ни разу, да, мы ее рушники знаем, то здесь уже совершенно другая тематика и совершенно уже другой рисунок. Ну, узнаете, откуда это будет уже пасхальный рушник. Я думаю, что в Пасхе мы его уже повесим как законченное произведение искусства. Я вас благодарю всех за внимание. Я думаю, что ты за BO Als raz. У me copy! Я думаю, что боюсь. Пасхали�. Выглядит с лица. Тиби. А где там просyle или карты, а где на docел 차? Продолжение следует...